Здравствуйте, ребята! С вами канал Простоучилка и я, Елена Владимировна. Сегодня мы разбираемся, друзья, как делать фонетический разбор слова. То есть, как разобрать слово по звукам. Давайте посмотрим на это предложение, и мы отсюда разберем эти слова. Итак, всюду шумят ручьи. Первая особенность этого задания в том, что вам нужно не по буквам, а по звукам разбирать какие-то слова. Поэтому я предлагаю вам взять сейчас ножницы, и я покажу вам, как делать при помощи ножниц разбивку на звуки. Посмотрите, как звучит слово «всюду». Поехали! Ф-С-У-Д-У Вот как мы разбиваем на звуки. Берите ножницы какие-нибудь безопасные и делите ваш голос на самые короткие кусочки. Шумят, давайте разберем. Ш-У-МЯ-А-Т Порезали на звуки. Ручьи давайте разберем. Р-У-Ч-Е-И Вот как делать разбивку. Обязательно берите ножнички. А можно и с родителями попробовать для безопасности. Хотя я в вас верю, ножнички они не опасные. Теперь давайте выпишем слово. Мы должны написать, сколько в нем слогов. Готовим ладошки. С-Ю-ДУ Получилось С-Ю-ДУ Два слога напишем. Сколько букв в нем? Раз, два, три, четыре, пять. Пять букв напишем. Пять Б. Так можно сокращать. Считаем звуки. Приготовили ножнички. Ф-С-У-Д-У Пять раз мы с вами ножничками брякнули. Пять звуков. Теперь в столбик выписываем буквы. А теперь квадратные скобочки везде. Смотрим, как звучит первое. Ф-Не В звучит, а Ф. Мы произносим Ф. Так и запишем. С-Мы договорились. Ф-С. То есть С-Звучит мягко, поэтому запятушечку наверху ставим. Ф-С-У. Ю не будет звучать как Ю. Она как У будет звучать. Потому что свою эту и краткую, которая сидит в букве Ю, Е она отдала на С, и из-за этого С смягчилась. Ф-С-У-Д-У. Дальше все легко. А вот теперь нам пригодится вот такая табличка. Ребят, в интернете ее полно. Можете себе скачать, распечатать, просто подсматривать. Мы будем просто подсматривать. Нам сначала нужно разобраться, а звук, вот этот в квадратных скобочках, он какой? Гласный или согласный? Петь его можно или нет? Ф-Ф-Ф. Ф-Ф. Не поется поэтому СОГОЛ. Точечка с запятой. Теперь нам надо разобраться, звонкий он или глухой? Ребят, звонкий это, которому голос нужен, а глухой, который может без голоса звучать. Вот, например, Ф-Ф можно произнести просто губами и дуть Ф-Ф получится. А можно и Ф-Ф сказать. Но если я без звука скажу Ф-Ф, шепотом скажу Ф-Ф, он будет как Ф-Ф. Значит, Ф – это у нас с вами глухой, потому что он может жить без звука. Поэтому он глух. Точка с запятой. Теперь смотрим, как он звучит. Ф или Ф. Мы привязываем мягкий знак или нет? Нет, 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 он звучит совершенно твердо, поэтому он твердый. Надо понять, пара есть у звука Ф. Смотрим, Ф, В. Вот как раз В, он и будет звонкая пара для глухого Ф. Поэтому он парный. Давайте проверим. Видите? В, Ф – это парные товарищи. В любой табличке вы этой найдете. В, Ф – есть у него пара. Напишем пар. Теперь мы разобрали, что здесь будет С. Давайте смотреть. Во-первых, петь его нельзя. С, не поется, поэтому он согласный. Он – это звук. Затем глухой он или звонкий. Нужно при нем голос применять или не обязательно? С, да пожалуйста, можно и без звука, можно и без голоса. Поэтому он, конечно, глухой. А твердый он или мягкий? Он С или С? Он С, поэтому он мягкий. Посмотрим, пара у него есть. Давайте, если он глухой, значит, у него должна быть звонкая пара. С, З, З. З, С – это типичная пара. Проверяем по табличке. Вот она наша пара. Значит, он парный. Так и запишем. Затем У. Проверяем, петь можно или нет. У-у-у-у-у. Сколько угодно можно петь. Поэтому он гласный. Можно написать глаз, но тут не ошибетесь. Можно и гл сократить. Надо ударение поставить. Один мой ученик вот так делает. Всюду, всюду, всюду. Упало как раз сюда. Вот проговаривайте так любое слово. Всюду, всюду, всюду. И ударяйте. Вам сразу сам вылезет этот гласный, на который нужно делать ударение. Давайте напишем удар. Можно и ударно. Ничего страшного. Дальше Д. Смотрим. Во-первых, петь его нельзя. Посмотрите. Не получается петь. Значит, он согл. Затем. Глухой или звонкий. Попробуем произнести его со звуком. Д. 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 А теперь попробуем произнести его шепотом. Т. Т. Нет, ребят. Д превратился в Т. Значит, он обязательно должен быть со звуком. Значит, он именно звонкий. Если бы мы его произнесли без звука бы, вот тогда он глухой бы был. Но он нуждается в звуке, поэтому он и есть звонкий. Теперь посмотрим, он твердо звучит или нет. Всю. Д. 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 У. Д. Нет, конечно, он твердый. Осталось понять Д. Парный или нет. А у него пара есть. Помните, мы шепотом произносили, и получалось Д. Т. Вот у него пара. Но мы проверим на всякий случай. Д. Т. По табличке, ребят, работает, если не очень понимается, какие глухие, какие звонки. Напишем, конечно, что у него пара есть. Он парный. Осталось разобрать последнюю у, как мы уже выяснили. Это, конечно, гласный звук. И так как этот был ударный, ребят, этот точно будет безудо. Но написать мы должны. А вот само оформление, я уверена, что вот это оформление подойдет для учителя. Но посмотрите, в ваших тетрадках школы все разные, учителя тоже. Может быть, разное оформление этого задания. Поэтому вы все-таки в тетрадочку посмотрите. Но я уверена, что это на пятерку подойдет. Давайте слово «ручьи» разберем. Выписываем слово. Давайте слоги сначала посчитаем. Ручки готовим. Ручьи. Получилось два слога. Сколько букв? Раз, два, три, четыре, пять. Напишем. Пять, Б. Точка с запятой. А теперь внимательно считаем звуки. Готовим нож. Готовим ножки наши. Р, У, Ч, Й, И. Пять мы раз чикнули, поэтому пять звуков. Расписываем все буковки. Ставим скобочки. Разбираем. Как звучит Р, Р. Так и напишем. Ру, У, Р, У. У так и звучит. Ч, так и звучит. Мягкий знак, конечно, не звучит. А вот сюда нам придется подписать еще один звук. Вот сюда, видите, подписали Й. Потому что Р, У, Ч, Й. И. И получилось, что лишнюю колоночку мы дописали. Видите, я это не учла. А надо было. Ну, давайте разбирать. Р, во-первых, его петь нельзя. Р, не поется, значит, согл. Затем смотрим, он глухой или звонкий. А вот тут можно воспользоваться вот такой вот табличкой. Видите? Р, непонятно. Но он действительно, для того, чтобы его сказать, нужен обязательно звук Р. Если вы попробуете его шепотом сказать Р, не очень хорошо получится. Поэтому, конечно, он нуждается в голосе, значит, он звонкий. Так и напишем ЗВ. Затем он Р или Ре. Он просто Р. Поэтому он, конечно, твердый. А пара у него есть. Давайте посмотрим. Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, С, С. Нет у него никакой пары. Поэтому он не парный. Напишем не пар. У-у-у-у. Звук гласный написали. Теперь посмотрим, падает ударение или нет. Давайте проговорим. Ручьи, ручьи, ручьи. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и И без голоса. Если можно и так, и так, то, конечно, он глухой. Затем смотрим, какой он твердый или мягкий. А посмотрите, Ч всегда мягкий. И, наконец, смотрим, есть у него пара. Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Ж, Ш, З, С. Нет у него никакой пары, поэтому он не пар. Мягкий знак никак не разбираем, потому что он вообще не звучит. Он ставится для смягчения согласных. Теперь Е разбираем. Во-первых, этот звук Е, он, конечно же, согласный, потому что его петь нельзя. Давайте попробуем. Не выходит петь. Затем, звонкий он или нет. Давайте мы посмотрим. Е, почему звонкий? Потому что если я скажу его без голоса, получится вообще ХЕ. Конечно, он нуждается в голосе, поэтому он и звонкий. Голос необходим. Затем, твердый он или мягкий. Посмотрите, всегда мягкий. Вообще, вот это хотелось бы, чтобы вы запомнили, кто всегда твердый, а кто всегда мягкий. Вот Е как раз всегда мягкий. И осталось только понять, парный он или нет. Ну, как обычно, давайте быстро. Б, П, В, В, Г, Г, Д, Т, Ж, Ш, З, С. Нет. Там никакого Е. Не пар. Осталось только И разобрать. И звучит как И, кстати. Я тут застряла на И кратком и забыла написать. И просто И. Во-первых, петь можно. Давайте попробуем И. Сколько хотите, пойте. Поэтому он, конечно, гласный. Затем. Надо понимать, ударение падает или нет. А помните, мы делали, как у меня ученик один, Никита так делает всегда. Точнее, делал, когда был маленький. Ручьи, 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 ручьи. Упало ударение на И. Напишем, что он удар. Все, друзья, мы все разобрали. А с вами была преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Друзья мои, пожалуйста, пишите мне. Ребят, если что-то не получается у вас, обязательно я всем ребятам помогаю. Прям пишите, какая тема волнует. Может, что-то в математике не получается, в английском не получается. Давайте, все, буду помогать.